Война не закончится, пока Украина недооккупирует Крым. Польша не верит в российские ядерные угрозы, а на фронте ликвидирован один из командиров подразделения «Ахмат». Обо всем этом расскажу подробнее. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости. Пробки перед Крымским мостом со стороны России все увеличиваются. Михаил Саакашвили шокировал своим внешним видом. Есть вероятность, что Михаил был отравлен. Это, наверное, потом докажет история. Польша просит Германию не забирать патриоты до конца года. Что касается системы «Патриот», мы ценим присутствие этих батарей на польской земле. Польша играет важную роль в поддержке Украины. Спасибо, что смотрите, спасибо, что доверяете нам. Можно еще поставить лайк видео, прокомментировать его, можно еще подписаться на наш канал, если вы этого всего еще не сделали. Ну а мы пока начинаем с новостями. Война не закончится, пока Украина не освободит Крым. Так говорит Владимир Зеленский в интервью CNN. Мы не можем представить Украину без Крыма. И пока Крым находится под российской оккупацией, это означает только одно – война еще не закончилась. На вопрос, есть ли сценарий окончания войны без Крыма, Зеленский ответил, цитирую, «Тогда это не будет победой». А тем временем пробка перед Крымским мостом со стороны России растянулась на 13 километров. Там работают сотрудники МЧС, а в Российском Союзе Туриндустрии заявляют, что не будут применять санкции к туристам, которые задержались из-за пробки и вернут им деньги. Канал «Редакция» пишет, что за 20 тысяч рублей сотрудники ДПС могут сопроводить автомобиль, помочь преодолеть пробку. Очень похоже на искусственный характер затора, чтобы показать, что туристический сезон таки жив. Пригожин записал первое аудиообращение после ссылки в Беларусь, из которой он уже несколько раз летал, правда, в Петербург и в Москву. Сегодня нам как никогда нужна ваша поддержка. Спасибо вам за это. Я хочу, чтобы вы понимали, наш марш справедливости был нацелен на борьбу с предателями и мобилизации нашего общества. И думаю, что многое из этого нам удалось. В ближайшее время я уверен, что вы увидите наши следующие победы на фронте. Спасибо, ребята. А в сети тем временем появляются фото предполагаемого лагеря вагнеровцев в Беларуси. На этих фото можно заметить большие палатки М-30, способные вмещать до 60 человек. Еще публикуется разговор с человеком, который вроде как отвечает за найм. Он говорит, что база вагнеровцев есть в Краснодарском крае, и они оттуда уезжать не собираются. Часть действительно уйдет в спецподразделения Министерства обороны, часть просто рассосется по территории России. Еще одна уйдет по тем контрактам, которые есть за границей, а там очень серьезные контракты по охране всяких объектов. Это и Латинская Америка, Венесуэла в первую очередь, это и Африка, это и военная работа инструкторами в первую очередь в Сирии и в Ливии. То есть куда уйти им есть возможность. Даже то, что озвучивал Лукашенко, что часть из них может имплантироваться в армию Беларуси, потому что у беларусской армии очень серьезная проблема отсутствия опыта боевых действий. Поэтому часть из тех, которые готовы, могут действительно там где-то быть устроены инструкторами. На фронте ликвидирован один из командиров Кадыровского Ахмата Евгений Писаренко. Об этом мы узнали от командира подразделения Аптеа Лаудинова. В Минобороны Польши не считают вероятным применение России ядерного оружия. Об этом пишут польские медиа, ссылаясь на заместителя министра обороны страны. Он назвал ошибкой вторжение Путина в Украину и то, что это послужит окончанием путинской власти. Поэтому мы будем наблюдать ряд действий, перипетий, часто хаотических. Это не изменяет тот факт, что хотя мы не можем полностью исключить использование им ядерного оружия, это маловероятно. Польские власти сделали уже несколько заявлений касательно ядерного оружия после перемещения российских тактических зарядов в Беларусь. Польша, к примеру, так как она является членом НАТО, может поучаствовать в программе «Нуклеар Шеринг». Замминистр обороны объяснил, что по сути НАТО является одним огромным ядерным государством и при необходимости должно увеличивать свои оборонные возможности. В 18-м зенитном полку в Замосте министр национальной обороны Мариуш Блащак после встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом заявил, что Польша хотела бы, чтобы немецкие системы «Патриот» оставались в стране, по крайней мере, до конца 2023 года. Ну, хотя бы так усилит оборону страны. Что касается системы «Патриот», мы ценим присутствие этих батарей на польской земле. Польша играет важную роль в поддержке Украины. В конце концов, поставки оборудования в Украину идут из Польши. Мы рады, что эта система была расширена, потому что у нас есть американские «Патриоты», у нас есть немецкие «Патриоты», и таким образом у нас есть система, которая защищает поставки в Украину. Это важно из-за российских угроз. Не так давно Агентство внутренней безопасности обнаружило шпионскую сеть, которая документировала информацию о транспортировке оборудования. Поэтому мы знаем об угрозах. Кроме того, то, что происходит в России в последнее время, полное подчинение Беларуси, отправка России ядерного оружия в Беларусь, а также сбор группы «Вагнера» в Беларуси. Это только показывает, что эти угрозы все еще актуальны. Поэтому, ссылаясь на наш разговор в Брюсселе, я также подчеркнул, что мы хотим, чтобы немецкая система «Патриот» находилась на польской земле, по крайней мере, до конца этого года. Украина в ближайшее время получит десятки танков «Леопард-1А» от Германии и Дании. Об этом говорит министр обороны Германии Борис Писториус. А Швейцария выделяет более 6 миллионов долларов на ремонт украинских школ. Это позволит 15 тысячам школьников 1 сентября начать обучение. А Еврокомиссия, в свою очередь, обсуждает возможность использования для финансирования восстановления Украины доходов от российских активов, которые удалось заморозить в Европе. Об этом говорит комиссар юстиции Верховенства права Дидье Рейндерс. Но ядерная катастрофа может произойти и без применения ядерного оружия. Именно для этого россияне заминировали Запорожскую АЭС, по сообщениям украинской разведки. Но сейчас ЗАЭС впервые за 4 месяца подключили к резервной линии электропередач. Об этом сообщил глава МАГАТЭ. Запорожская атомная электростанция была вновь подключена к единой доступной резервной линии электропередач через 4 месяца после ее потери. Но ситуация с энергоснабжением на площадке остается чрезвычайно хрупкой во время войны и не является устойчивой. Такая дополнительная линия очень важна для безопасности станции, говорит глава МАГАТЭ. Она нужна для охлаждения реактора и для других важных функций ядерной безопасности. Но угрозы теракта остается. Мы увидели вот эту аморфную реакцию на Каховскую ГЭС, на террористический акт, который россияне осуществили на Каховской ГЭС. Поэтому, безусловно, должно быть давление со стороны международных партнеров, которое бы по определенному смысле дало бы понять России, что теракт на запрос к этому электростанции он не допустил. И он может для самой России стать последним. И здесь нужно говорить не о, ну, например, про МАГАТЭ. МАГАТЭ – это бескребетная аморфная организация, которая себя ровным счетом никак не проявила на протяжении всего этого времени. Абсолютно. Говорить нужно о нескольких других структурах. Североатронатический альянс. Если Россия подрывает Запорожскую атомную электростанцию, это радиация. Радиацию, которую ощутят на себе в Европе. НАТО должно в первую очередь, именно альянс должен в первую очередь дать понять России, что появление на территории Европы радиации как следствие подрыва Запорожской атомной электростанции – это атака на страны НАТО. Михаил Саакашвили находится под стражей в Грузии с октября 2021 года. Мало кто мог не отметить на картинке из камеры внешний вид политика. Вот что говорит его брат Давид. Это результат того, как с ним обращались, в каких условиях он был много месяцев. Есть вероятность, что Михаил был отравлен. Это, наверное, потом докажет история. Ситуация правда не лучшая. Вес ужасный. Не готов сказать, сколько точно килограмм сейчас весит Михаил. Но факт в том, что он продолжает терять вес и идет к летальному исходу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, что смотрите. Спасибо за доверие. И за ваши лайки и комментарии тоже спасибо. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить ни одного видео. Ну, а у меня на сегодня все. До встречи и хороших вам новостей. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok